Значит, в прошлый раз мы просмотрели самое важное утверждение, два из последних таких современных теоретических открытий, то, что в науке вообще в целом классическая геометрия может определять квантовые величины, это раз. А два, то, что существует так называемая формула Рюта Каенаги, которая определяет энтропию фон Неймана, то есть сугубо квантовую величину, которая при дачу, как бы опробирует все Гильбертовы пространство системы, и можно свести сложное вычисление из реплик, с разрезами, впрочем, из квантовой теории Поляка, очень простому вычислению геодезических в пространстве антидесситера. А сегодня мы расширим это понимание, и для этого нам понадобится геометрия черных дыр и материал около того. Значит, геометрия черных дыр. Что это такое? Геометрия черных дыр, значит, можно тут квадрат стоит, разумеется. Можно считать, что это некоторая геометрия, определяемая вполне конкретной метрикой. То есть черные дыры были открыты более-менее в космосе, считается, что в ходе каких-то астрономических наблюдений, но нам это будет не так интересно. Мы будем интересоваться скорее приложениями с точки зрения нашей голографической дуальности, как там возникают черные дыры. Черная дыра определяется более-менее вот такой геометрией, то есть перед dt в квадрате, перед временем стоит f от r, перед dr в квадрате стоит f от r внизу, и какая-то такая r, условно говоря, радиальная часть. Условно радиальная часть, потому что бывают плоские черные дыры. Ну, в нашем мире, разумеется, плоских черных дыр не бывает, но вообще говоря, формально такая геометрия допустима. И тут такая произвольная функция v от r, которая фиксируется какими-то уравнениями. Обычно черные дыры должны удовлетворять каким-то уравнениям Эйнштейна, которые либо в нашем мире это просто вакуумные уравнения Эйнштейна. Для наших целей нужны уровни Эйнштейна с космологической постоянной, то есть r минус, которые определяются действием r минус 2 лямб. В настоящем мире черные дыры, ну, то есть в реальном мире считается, что геометрия, вот эта самая известная геометрия, до последнего момента была остальные, это были все гипотетические и не такие интересные с точки зрения теоретических наук. Геометрия f от r – это вот черная дыра Шварцшильда, где в это, разумеется, это r в квадрате, а здесь стоит просто элемент, сферический элемент d от омега в квадрате. Вот, при r равной 2 удвоенной массе, то есть тут 2m можно написать какая-то константа просто, вот это типичный вид черной дыры, что здесь какая-то функция стоит, которая обращается в ноль, здесь какая-то функция, та же самая обычная, которая обращается в ноль при константе r равной 2m. То есть можно считать, что это такой шарик, у которого есть какая-то штучка, которая называется горизонтом, и на нем что-то происходит. Горизонт работает как огромный такой пылесос, и он всасывает в себя, старается засать на себя все объекты, но действительно, и он кажется, что здесь есть какая-то сингулярность, но в действительности эта сингулярность, она кажущаяся. То есть можно написать такую замену координат, в которых тела будут свободно проходить через горизонт, и дальше будут продолжать движения внутри черной дыры, и дальше, собственно, происходит большая загадка, что происходит внутри черной дыры. И в частности, там есть некая сингулярность внутри черной дыры и прочее, и это, в общем-то, большие загадки с точки зрения квантового мира. Также черная дыра обычно обладает большим количеством, разных других загадочных свойств, которые, собственно говоря, будут отражаться в голографической дуальности и которые привели к определенным новым понятиям принципиальным в квантовой информации, такие как скрамблинг, который мы на следующей лекции будем рассматривать, квантовый хаос и квантовая сложность с точки зрения квантовых систем, а не с точки зрения квантовой сложности. Ну, короче, некоторые новые расширения этих понятий именно черные дыры привели. Одно из самых важных свойств, что черные дыры, они обладают температурой. То есть было показано, что это объект, вроде бы это просто шарик такой, который очень сильно сингулярный, но у него есть, что он ведет себя по законам, и, условно говоря, можно в него воображать, как газ частиц какой-то или что-то в таком духе, но вот оказывается, что он ведет себя с точки зрения термодинамики вполне себе конкретным образом, что у этого шарика есть температура, энтропия и прочие вещи. В общем-то, здесь уже можно понять, что, если мы говорим слово энтропия, что дальше это будет связь с энтропией фронеймана. Так, значит, как можно увидеть, что у них есть температура? Значит, для начала такой простой факт, что пусть у нас есть плоскость, ее можно переписать в виде, вот в таком виде. Это, соответственно, просто плоскость в радиальных координатах, метрика плоскости в радиальных координатах. Тут у нас единица стоит, и ничего нет. Это значит, что у нас, это соответствует тому, что по координате θ мы просто обходим по 2π и попадаем в ту же самую точку. 2π – периодичная координата. Это тривиальный факт. Ну, если бы здесь стояла какая-то штука, например, а в квадрате, то мы могли бы переопределить координату θ в квадрате, и тогда бы периодичность у нас уже была не 2π, а 2π, условно говоря, на а, или больше, или меньше. И это называется конической сингулярностью. То есть, если бы у нас здесь стояла какая-то константа, то вот такой объект бы, такая метрика бы определяла конус. Можно спросить? Да, да. Я правильно понимаю, что вы утверждаете, что если никакой константы не добавлять, то есть, если все так, как написано, геодезическая якобы обходит ноль и возвращается в себя? Ну, я не геодезическое, просто само пространство, ну, условно говоря, плоскость, просто 2π периодично же. Ну, не то, что 2π периодично, это просто обычная плоскость, комплексная или вещественная. Ты берешь, обходишь вот так, начиная просто окружность, у нее период 2π. Это же верно? Ну, это верно, да. Да. Но и, соответственно, никакого больше утверждения здесь нет. Но если мы поставим сюда какую-то константу, то есть, напишем не плоскость, замену переменных обычную радиальную, тут, разумеется, квадрат, а напишем здесь какую-то константу, то это уже будет не метрика плоскости, а метрика, в которой мы, пройдя не 2π, а пройдя какую-то 2π умножить на константу, будем попадать в ту же самую точку. То есть, это метрика, такой как бы конус или накрытие. А по какому закону мы идем? Что-что? Ну, вы говорите, пройдя вот там n оборотов, мы попадем в ту же самую точку. И, скорее всего, если так на скидку подумать, если тут будет стоять константа А, то можно переопределить θ. То есть, θ с волной равно А умножить на θ. И, по всей видимости, здесь будет стоять 2π умножить на А. То есть, если здесь будет, например, 2, по всей видимости, то будет здесь 4π периодичность. Ну, а 4π периодичность, все-таки я просто уточняю, какого объекта идет речь? Мы же не просто так идем. Метрики, метрики. Вот этой вот самой метрики. То есть, мы будем… Да, если мы запишем уравнение кривой, то, например, при r равно константе, то вот эта кривая будет приходить сама в ту же самую точку вот эта с периодом 4π. А, то есть, мы идем так, чтобы r оставалась константой. Да, 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 да. Да, правильно. Я просто при r… Да, правильно. При r равно константе. Просто кривая r равно константа будет приходить сама в себя. Ага, понятно. Хорошо. Вот. И зачем это была прелюдия? Вот рассмотрим. Вот у нас есть такая геометрия. Рассмотрим. r0 – это горизонт. То есть, вообще рассмотрим произвольную функцию f, которая при r0 обращается в 0. и разложим ее около, вот эту всю метрику около горизонта. То есть, ведем вот такую переменную ε, r0 плюс ε. Тогда, соответственно, у нас после разложения метрика будет иметь вот такой вид. Радиальная часть нам не важна, то есть, она какая-то будет. Я здесь пример написал на шварчилдовской дыры. Но, вообще говоря, можно написать здесь просто v от r, на t, и вообще этот кусочек нам не важен. У нас остается вот эта важная часть. Мы, во-первых, выбрали метрику. У нас она была у Лоренцевой. Здесь мы выбрали евклидовую метрику. То есть, сделали виковский поворот. t заменили на и t. А здесь выбрали вот в таком виде. Эту геометрию. И у нас… Давайте думать об этом как о плоскости. Сделаем дальше вот такую замену переменных тривиальную. r в квадрате на f' от r0 разделить на 4. И d ε, соответственно, преобразуется просто, как дифференциал тривиально находится. И тогда мы… Почему мы придем? Мы придем, что наша метрика имеет вид около горизонта в таких координатах. d ρ в квадрате, 1 четвертая f' на r0 в квадрате, r в квадрате и d tau в квадрате. И, в общем-то, уже можно понять, зачем это была прелюдия про плоскость. То есть, можно рассматривать это как радиальный переменный и угол. И тогда вот это будет у нас типа угол, а вот это типа радиальный переменный. И тогда при какой-то r равно константе у нас мы можем начать требовать периодичность, чтобы рассматривать, как ведется периодичность. Теперь вспомним старое утверждение, которое было на лекциях, что температура – это всегда периодичность по времени. То есть, в любую квантовую теорию можно ввести периодичность по времени, требуя, что tau – это же численность с точкой tau плюс какая-то штука β. А β тогда будет обратной температурой. В функциональном интеграле, когда я рассказывал, можно, но вообще это общее утверждение, что любое вычисление с гипсовским средним в квантовой механике или в этой – это эквивалент или в статистической физике – это эквивалент периодичностью времени или рассматривать теорию цилиндра. И тогда, соответственно, мы получаем конический дефект, что у нас здесь находится конический дефект. И мы хотим потребовать, чтобы этого конического дефекта… Дальше легко, но совместив, что у нас какая-то есть периодичность по времени, и здесь есть какая-то константа после каких-то размышлений, после не очень длинного количества размышлений, можно прийти к тому, что константа у нас, что точнее температура, что у нас есть какая-то нетривиальная периодичность по времени, и что она будет соотноситься с температурой в данном случае, потому что это тау, это угловая перемена, это и есть наше время, то есть периодичность по времени есть. Что температура, значит, вот эта знаменитая формула, что температура – это такая одна из наиболее узнаваемых формул в теоретической физике, что температура – это черная дыра определяется тривиальной формулой. То есть у нас есть метрика минус дтау в квадрате f от r. Еще раз давайте посмотрим, поднимемся наверх. То есть просто такая тривиальная геометрия, которая f от r, конечно, в явном виде должна быть фиксирована, мы какую-то гравитационную теорию должны рассматривать туда-сюда, но f от r, в принципе, пусть она имеет один какой-то ноль, хотя она вообще много нолей может иметь, им это обобщается, но это и так не суть важная. Температура – это просто производная от этой функции на горизонте и разделить на 4π. Это такая одна из наиболее узнаваемых формул. Значит, пара слов о том, что мы сейчас сделали. Мы применили такой тривиальный аргумент, что, мол, дескать, давайте мы потребуем периодичность по времени и заключим из-за этого, что там есть температура. А разговор ушел вообще о статистической физике, о гипсовских средних. И как это вообще соотносится? Действительно, можно рассмотреть… Этот вывод более сложный. Можно рассмотреть прямо настоящее действие. Вот у нас был корень из g на r. И можно рассмотреть действие i. Как интеграл от корень g на r dx. Дмерный какой-то у нас гравитация есть. Можно рассмотреть… Найти какой-то аналог гамильтониана и так далее. Потом можно рассмотреть е степени минус βh. То есть это немножко необычная постановка задачи, потому что у нас переменными выступают функции, которые входят в геометрию. То есть у нас обычно статистическая физика, она имеет дело с какими-то частицами. Для них считаются всякие средние из гамильтониана. А здесь эти элементы являются просто куски из геометрии, куски из метрики. Но дальше мы можем записать е степень минус βh, использовать в частности вид черной дыры геометрии и считать разные величины, энергию и прочее, энтропию. И тогда мы получим, что действительно вот это упрощенное немножко рассмотрение, оно абсолютно осмысленное. Температура действительно отождествляется таким образом. Кроме температуры еще можно свободную энергию посчитать. И вот вторая после температуры важная формула. То есть у нас в общем виде, если записать, что есть GTT, GUU, и здесь еще произвольные какие-то, вообще здесь произвольная метрика стоит, элемент, какая-то матрица G изжитая, свертывается с координатами, и горизонт находится в уровне UH. То температура, она вычисляется, можно чуть небольшое обобщение ввести, что GTT умножить на обратную GUU, производную, при уровне UH. А еще можно, вторая не менее важная формула, которую можно вывести из формул статистической физики, если посидеть какое-то время, то можно показать, что энтропия, у черной дыры есть энтропия, то есть еще более загадочная вещь, чем температура. И она определяется через вот эту пространственную часть метрики. То есть детерминат G надо вычислить в этой матрице. Ну, а если здесь просто одна функция, то это степень будет. G в какой-то степени. И, соответственно, излечь корень и разделить на гаваритационную постоянную. То есть у нас есть S равное корень из детермината G разделить на 4GN. Здесь стоит еще один раз остановиться. Мы в прошлый раз рассматривали формулу Рю-Токаинаги, которая гласит о том, что надо рассмотреть в пространстве асимптотической антидеситтеровском, то есть в антидеситтере, рассмотреть площадь минимальной гиперповерхности коразмерности 2, в частности, например, в трехмерном антидеситтере гиодезическую. Но это все равно площадь. Площадь разделить на 4GN. И мы видим потрясающее сходство этих двух формул. То есть равно фон Нойман. Итак, у нас есть соответствие в один в один. То есть вот эта штука – это в действительности площадь поверхности горизонта разделить на 4GN, если внимательно углядеться в эту формулу. То есть площадь горизонта разделить на 4GN – это энтропия черной дыры. А формула Рю-Токаинаги совсем в каком-то смысле ортогональная. Утверждает, что у нас энтропия фон Неймана – это площадь какой-то некоторой гиперповерхности разделить на 4GN. И вот эта формула работает безотказно с дьявольской точностью. То есть она вычисляет энтропию фон Неймана в квантовой теории поля, проверена и, в общем-то, эта формула доказана, так же, как и эта формула. И, в общем-то, на самом деле, конечно, вот это было показано в 70-х годах прошлого века. Вот эта формула была доказана, ну, предложена в 2006-м и в дальнейшем доказана. То есть мотивация для доказательства вот этой формулы, что очень странно видит, надо взять площадь и разделить на 4GN, и будет энтропия фон Неймана в квантовой теории поля для какого-то, например, отрезка. Вот эта штука, она мотивировала вот эту формулу, то есть люди сказали, как оно… Можно ли в галографическом соответствии между классической геометрией и квантными величинами что-то определить? Вот энтропия фон Неймана подвернулась, эта формула была угадана, а под постолку угадали, ее доказали. Такое часто бывает в науке. Но это очень нетривиально, то есть мы вернемся как раз, как эта формула поточнее работает. Так, можно ли еще как-то, то есть у нас есть некая, пока что классические всякие величины, что черная дыра, она выглядит с точки зрения классической механики, как такой нагретый шарик. А можно ли что-то про Квантово сказать? Про то самое излучение Хокинга, которое все слышали в школе, и, может быть, кто-то не в школе, и которая одна из таких рекламных штук в теоретической физике, там, наряду с, не знаю, чем. Ну, чем гипнотизируют школьников обычно? Излучение Хокинга, теория струн, еще чем. Кто-то помнит эту сверхпроводимость, может быть, не знаю. Почему пошел в физику, услышав какую-нибудь такую штуку? Вот излучение Хокинга, одна из таких. Там говоришь, что излучение Хокинга обычно все там развешивают уши. Вот. Что такое излучение? И вот давайте увидим, что с точки зрения квантовой теории, что-нибудь квантовое возьмем и выведем, и посмотрим, есть ли там температура. Вообще есть более-менее три или четыре разные способы показывать, что у Чернодара есть температура классической, ну, с помощью классической механики, с помощью преобразования Боголюбова в квантовой теории поля, с помощью, ну, несколько разных выводов еще из квантовой механики есть, и вот этот вот из туннелирования. Еще есть коллапс оболочки, но это тоже было, в общем, еще из техники Келдыш. Но вот мы будем... Самую простую картину, она очень читерская. Эту картину предложил Фрэнк Вилчик, Нобелевский лауреат, своим соавтором в 2000 году, то есть вот Хокинговские статьи вышли в 70-х годах первые. Ну, какие-то обновления вот до сих пор происходят. Ну, то есть, в общем-то, изучение Хокинга и парадоксы связаны с ним, это центральная тема прямо сейчас в физике. В общем-то, вокруг них она так или иначе крутится. Значит, мы будем рассматривать картины туннелирования, называется. Вывод температуры чернодыры через туннелирование, просто чтобы видеть, что она квантовая. Ну, и само по себе это очень занятное вычисление. Значит, еще раз, геометрия у нас фиксируется вот в таком виде. Две функции, обычно f от r равно g от r, но они в любом случае должны давать ноль. При r0 каком-то должен давать ноль. И, допустим, она сферически симметричная, демерная, по идее. Можно сделать замену переменных, так называемая переменная пинлеве гульстранда. Они очень стрёмно выглядят. То есть, они, если сделать замену по времени, вот в такую, то они преобразуют f от r. Тут f, вот это g выносится. Это f от r на g от r. Ну, тут такая вот функция. Зачем такие переменные? Известный математик Оль Пинлеве, он, увидев работу Эйнштейна, ему не понравилось, что... Ну, вначале было непонятно, что, собственно, если f от r обращается в ноль, то кажется, что на горизонте есть какая-то сингулярность. В действительности там ни по сингулярности нет. Считается, что при замене... Он предложил эту замену переменных сделать, чтобы сказать, что черный дырай – это все вымысел, и нет там никакой сингулярности, вообще необычных свойств нет. В общем-то, Эйнштейн и Пинлеве спорили, воевали куда-то в пустоту друг с другом. После этого пришел к Рускал и предложил еще более интересную замену, сказал, что... Которая вообще все объяснила. Вроде все разобрались, успокоились, что сингулярности нет, но горизонт все равно очень интересная вещь. Такой огромный пылесос или огромный акселератор, который в себя все засасывает. И вот эти переменные, они, по идее, показывают... Вроде как единицы на g от r тут, если вынести, тут f от r на g от r, начинают возникать вот такие комбинации. И полюса f от r0, g от r0 они гасят друг друга. Давайте рассмотрим какую-то легкую-легкую частицу. Свет, кусочек света. То есть, что она делает? Она двигается по радиальной... Напомню, что у нас есть массивные частицы, они ходят по таймлайке геодезическим, по времени подобным. А свет ходит по уравнениям такого вида. То есть, он ходит ds в квадрате равно 0. По вот таким кривым. То есть, надо взять геометрию черной дыры, ds в квадрате. Сделать подстановку r от t. Сделать подстановку r от t. И решать вот такое уравнение. После некоторых вычислений. Ну, и взять какую-нибудь, например, константу переменную. Пространственную переменную, оставшуюся тоже константой, чтобы у нас ушел вот этот элемент длины. d в квадрате. Тогда, соответственно, уравнение движения. r с точкой равно f от r, но r от t. До краткости. Значит, вот такой элемент замечательный, который все гасит. И нам нужно исследовать поведение. То есть, да, давайте два слова уж скажем. Что мы будем пытаться доказать? Считается, что черные дыры излучают частицы. То есть, черная дыра не просто горячий шарик, а она работает как такой идеальный черный светильник. Она светит просто. У нее, по идее, должно исходить какое-то излучение. И несмотря на то, что она все всасывает, она все равно должна излучать. Поэтому на плюс бесконечности конкретно. И она излучает как идеально черное тело с какой-то температурой. Это, то есть, она постоянно, из-за того, что там очень сложная, из-за того, что там хитрая геометрия такая рядом с черной дырой, которая все всасывает, там нарушены свойства вакуума. То есть, там из-за нарушения свойств вакуума постоянно рождаются частицы, которые стремятся покинуть черную дыру. И у многих из них даже это выходит. Можно посчитать долю частиц, которая покидает, и что она светит как идеально черное тело. И мы хотим... Считается, что одно из таких красивых объяснений предполагалось, что они рождаются как бы за горизонтом, и они могут, частицы могут пытаться покинуть подгоризонтную область, то есть, вылететь из-за горизонта прямо. И это что? Они как бы туннелируют через этот горизонт пылесосащий все и не выпускающий их. И тогда у них какая-то жизнь происходит. Можно рассматривать картину туннелирования классическую с квантовой механики с третьего курса. Значит, вывод, конечно, есть несколько выводов, опять же, но это я самый читерский привожу здесь. Значит, рассмотрим. У нас есть вот такая частица, которая двигается вот по такому кривой. Значит, можно рассмотреть... У нас есть действие. Можно рассмотреть мнимую часть такого действия и воспользоваться формулами для распада метастабильных состояний из квантовой механики. Для этого нужно посчитать мнимую часть действия. Мнимая часть действия, она будет... Можно прикинуть, что к чему, и решить, что, в общем-то, основная гадость, она будет происходить около горизонта. То есть, действие будет, разумеется, каким-то неплохим... Ну, просто вне горизонта. То есть, например, тяжелая частица, не свет. У него просто будет длина, вот действие это длина. Но там, где она будет проходить через горизонт, она будет становиться комплексным. Значит, мнимая часть действия, это интеграл вот такой будет, PR на DR. Можно дальше взять такой... Перейти к интегрированию, взять такой двойной интеграл, что есть PRDR, очень по-штрих R. Интеграл такой по импульсу, такое двойное интегрирование. Дальше нужно вспомнить, что, условно говоря, уравнения Гамильтона у нас бы выглядели так, что R с точкой – это DH какое-то, DPR. Ну, соответственно, это вывод достаточно технический, что дальше мы хотим сменить интегрирование, переменную интегрирование от импульса к энергии, вот таким образом. То есть у нас действие преобразуется вот так. И дальше нам нужно как-то выбрать, как мы будем интегрировать энергию. Энергия у нас... Предположим, что у нас... Известно, что энергия – это масса, она пропорциональна массе черной дыры. То есть после того, как частица вылетела, давайте мы предположим, что у нее была какая-то частота, то есть это был какой-то фотон, и что энергия уменьшилась совсем чуть-чуть, то есть что энергия уменьшилась от M, она перешла к массе минус энергии. То, что масса – это энергия, это такой факт можно показать строго с помощью статистической механики. Соответственно, у нас интеграл... Мы делаем замену интегрирования от импульса по энергии, вот таким образом, DR, DH, и мы интегрируем в каких-то маленьких, в малой области, от M до M минус омега. То есть это M минус омега до M. Вот. Соответственно, так как DH – это E, это энергия, это H фактически, DH – это минус D омега, то есть тут дифференциал взять, тут берем дифференциал, M уходит в ноль. У нас это все дело сворачивается вот в такой интеграл, в тривиальный, и у нас оказывается вот здесь просто, ну, по омеге... У нас есть вот такая штука, которая имеет какие-то нули. В частности, в R0 происходит что-то необычное. И у R с точкой, еще раз поднимемся на нее, вот это вот если занести сюда, если занести сюда, то можно увидеть, где у нее будут находиться нули, если аккуратно рассмотреть, и можно показать, что у нее есть нетривиальный вычет, то есть вот этот интеграл можно дальше некоторую такую традиционную сдвиг в комплексную плоскость. То есть есть несколько разных способов, как это все объяснить. То есть можно через основное principal value вычислить, можно с помощью, сказать, что там у нас вычет мы берем, но вот этот интеграл неприятный, то есть он комплексный будет, и R с точкой можно взять вычет. У R с точкой, вот единственная R с точкой есть нетривиальный вычет, который равен 2 разделить на вот такую величину на горизонте. И, соответственно, интеграл по омега у нас нетривиален, вот здесь просто это омега, а интеграл по R у нас приводит к 2π разделить на вот такая штука после взятия вычета. И, соответственно, мнимая часть действия, она равна вот этому. Соответственно, распад, дальше вероятность туннелирования, есть формула, это по-разному эта формула называется, иногда это называется формула распада метастабильного состояния, что более страшно звучит. иногда это называется формула туннелирования, то есть типа, что она написана в некоторых книжках, типа Ландау старых, особенно там отлюбили, что с помощью ВКБ, по-моему, как-то выводится, что если у нас есть потенциал, на нем происходит, какое-то рассеяние, или частица сидит, потенциаль и хочет вывалиться оттуда, то туннелирование у нас, вероятность туннелирования у нас будет описываться вот такой формулой. И, соответственно, да, соответственно, у нас омега можно считать, это равно Е в степени минус бета на омега, это эквивалентно тому, что, собственно говоря, вот эта формула, t равно f на штрих на g, штрих визит на 4 пет, отсюда получается уже, в общем-то, тривиальным образом. Да, то есть, эта формула ровно то, что мы видели вот здесь, то есть, и с методом отождествления, вот это с коническим дефектом, если нет, реально, периодичностью по времени, то есть, g от u это единица на g, то есть, g производная gt умножить на производную gr разделить на 4 пи и в этой точке. То есть, картина туннелирования квантовая приводит ровно к той же температуре, что получается из классической статистической механики. То есть, черная дыра, как на нее не посмотри, она ведет себя простым и понятным образом, ну, как условно простым. она ведет себя как идеально черное тело, которое светит с конкретной температурой и с классической точки зрения с квантовой. В этом заключается одна из самых больших проблем и загадок физики, что почему так? Проблема даже не в том, что она светит как идеально черное тело, проблема, что она светит как идеально черное тело всегда. То есть, в этом заключается одна из формулировок информационного, так называемого информационного парадокса. Он формулируется, например, как мы к этому еще вернемся, но он формулируется, как, например, одна из формулировок такая, что условно говоря, у нас падает электрон с электроном туда в чистом состоянии, то есть, просто один электрон, другой электрон, третий электрон, с лонгра, в черную дыру, а на выходе она светит тепловым излучением, которое, вообще говоря, то есть, статистическим ансамблем, которое, вообще говоря, не является чистым. То есть, она описывается матриц плотности тепловой, всем хорошо известная, а здесь в степени минус бета-h. То есть, на входе подаются чистые состояния, на выходе оказываются матрицы плотности. И это не слишком хорошо, потому что унитарная эволюция, значит, нарушается здесь где-то. Другой вариант, это тот, что, вот если в такой картинной туннелировании, например, считать излучение черной дыры, то оно абсолютно вся такое, то есть, дальше можно усложнять это все, пытаться какие-то квантовые поправки, считать не так наивно туда-сюда, но что бы туда не летело, какая бы не летела материя, то есть, самое сложное, на выходе одно и то же получается, то есть, обыкновенное излучение черного тела, то есть, обыкновенный костер там горит. И это тоже очень странно, потому что у нас летит огромное количество информации, то есть, запутанное состояние, какие-то еще что-то, вообще материя, то есть, корабль космический. А на выходе просто у нас обыкновенное свечение. И никаким образом, условно говоря, у черной дыры не дергается мускул, она одно и то же всегда выдает на выходе. То есть, она пропускает всю информацию через себя, как мясорубка, а на выходе выдает другое. Но мы к этому вернемся. Какое же это у нас все имеет отношение к энтропии фон Неймана? Какое это у нас может иметь отношение к энтропии фон Неймана? Значит, рассмотрим черный дыру уже не в нашем мире, который существует, а который теоретический инструмент. То есть, у нас геометрия такого вида. Единица на z в квадрате, а здесь та же самая метрика. Это пространство. Это трехмерная геометрия. f от z заданного в явном виде. Это трехмерная геометрия. Это можно показать, что это поверхность постоянной кривизны скалярной. То есть, посчитать ее, и она будет равна здесь, конкретно, минус 6. Если здесь l в квадрате, это минус 6 разделить l в квадрате. Это геометрия. Мы говорили про геометрию, когда f нет. Это геометрия на прошлой лекции. Это геометрия планкаранти десектора. То есть, у нас здесь верхнее полупространство такое. У меня сейчас видно, слышно? Да, видно и слышно. Отлично. Так, верхнее полупространство такое. геометрия напоминает ее, то есть, у нас есть граница. А здесь вот этот кусочек пространства представляет собой бутерброд, зажатый между горизонтом и границей. здесь у нас з равно нулю, здесь з равно h. И это уже можно, например, считать, что это не плоско, что такая есть линия, которая называется горизонтом. Ну и все. Да, еще давайте ведем разграничение. Вот этих черных дыр не существует. То есть, это умозрительный инструмент, как... То есть, вот эта черная дыра, она постоянной кривизны, решение уравнения Эйнштейна с отрицательной константой там постоянной космонатической, она вписывается в рамки географической дуальности. То есть, это трехмерная геометрия соответствует тому, что у нее на границе живет какое-то... Можно вычислять величины квантовой теории поля, квантовой теории, которая живет у нее на границе. Условно, определена на границе, то есть, на плоскости. То есть, плоская теория, а у нее, соответственно, здесь определены какие-то корреляторы, и можно вычислять их. То есть, здесь соответственно между такой геометрией и теорией на плоскости, у которой есть особенность. То есть, в вакуумном состоянии это конкарентидесиктор, а вот здесь будет, соответственно, теория поля при конечной температуре. То есть, геометрия дыры, БТЗ дыры, вот такой вот отрицательной постоянной кривизны, дуально квантовая теория поля один плюс один мерный при конечной температуре. Той же самой, что при нулевой температуре это все сводится, то есть, за этаж, когда ведет на бесконечность, горизонт туда уезжает, это конкарентидесиктор. То есть, это такое обобщение дуальности на случай, когда есть температура в теории, температура описывается матрицей плотности. Да, вот этих черных дыр нет еще раз в природе, потому что, я повторяю это, потому что есть люди, даже написавшие очень много статей, даже защитившие докторскую, которые много раз переспрашивают и много раз слышавшие про эту черную дыру, которые переспрашивают, вот, правда ли их наблюдали, и, например, там рассказываешь какое-то техническое вычисление, спрашивают, наблюдали ли там РТ-поверхность, как ее можно увидеть, как к нас к космологии соотносятся, то есть, очень странные вопросы задают, это инструмент, как вычисляет, точно такой же инструмент, как функциональный интеграл, например, или там квантовая механика, то есть, никто же не наблюдал, как и гамильтинян можно наблюдать, наверное, но спектра, не знаю, что, среднее же отклонение нельзя наблюдать, его там можно как-то померить, это умозрительный инструмент, не знаю, дифференцирование же нельзя наблюдать, вот это умозрительный инструмент. Вот, отлично, значит, дуальность мы установили, более того, можно написать замену переменных из планка рентидеситера вот сюда. То есть, это фактически одно и то же трехмерное пространство, то есть, отрицательная постоянная кривизна, и можно заменой переменных получать много чего разного из него. То есть, из планка рентидеситера можно получить замену переменных в черную дыру. Можно спросить, как же так, от замены переменных все зависит, но в действительности мы видели, что такое происходит в двумерной конформенной теории. То есть, на одной из лекций я рассказывал, что средняя от энергии дз д омега т плюс константа цн 12 тут з скобки. Вот эти скобки обозначают некий шварцан. Вот это шварцан называется. Это некоторая функция от чего производной хитрая. Мы видели, что, например, если отобразить на цилиндр, сделать цилиндрическое отображение, то энергия, то есть вакуумное состояние в конформенной теории поля после отображения, то есть, вот здесь ноль, это штука ноль после отображения, после замены переменных на цилиндр, а вот эта штука не ноль. То есть, отображением на цилиндр мы можем получить при конече, температура сделать делаем время периодическое мы получим с помощью отображения там есть степени 2 и там на омега равно z в общем вот эту штуку остаться 0 то есть это то что я называл аномалий в конформе теории поля она вот здесь как-то проявляется но это так стороннее замечание значит итак мы видели что черная дыра на у нее есть можно по всякому всякого разума видеть что у нее есть температура как это вот в галографической дуальности с энтропии фонейм она может быть связано а очень просто можно просто взять и посчитать поверхность рюта кайнаги то есть форму еще раз что у нас говорит формулу рюта кайнаги вот у нас есть геометрия определяемый вот этой формулой в точности вот этой формулы что нужно сделать форму рюта кайнаги у нас говорит что нужно выбрать какую-то подсистему и для него можно посчитать энтропию фонеймана это нужно взять поверхность к размерности 2 то есть это геодезическая опять надо x равно террор очень простите константа мы берем геодезическую натягиваем на точки x1 и x2 между между точками x1 и x2 и считаем ее длиной надо разделить потом на 4g значит это задание сделать это то есть у нас было вычисление для геодезической планкаре антидеситтера она абсолютно точно также действует там немножко формулы на капельку сложнее то есть f с точностью что есть f от z то есть надо написать параметризацию за этот x кривая посчитать ее и посчитать ее длину в точности как это было для планкаре антидеситтера там формула несколько сложнее но не сильно это геодезическое на мало на маленьких расстояниях там где геометрия она стремится взятку нулю она вот эта вся вся в метрика она вы примерно как панкаре антидеситтер выглядит она относится к классу асимпатически панкаре антидеситтерские метрики вообще такой отдельный класс который призывает к нулю условно какой-то координаты ведутся в виде такого разложения она выглядит как полуокружность как панкаре антидеситтере как верхнюю плоскость но по мере того как мы увеличиваем вот эту длину геодезическая она ее схематичное поведение такое что она берет идет в начале практически перпендикулярно вот так а потом она начинает как бы тянуться вдоль горизонта она растягивается вдоль горизонта это называет она как бы апробирует его то есть вот этот интеграл он его больше вклад приносит вот этот кусок который идет фактически от горизонта и если мы посчитаем эту длину и разделим 4g у нас выйдет длина что длина равна и воспользуемся формулой для который был на прошу лекции для что g это одна треть это три разделить там три четвертых центрального заряда то мы получим в точности что соотнеся опять же температуру что f от z вычислил по формуле хокинга вычислил по формуле хокинга то мы получим в точности что используя эти две формулы получим что длина этой геодезической в точности является энтропия фон неймана в конформе теории поля при конечной температуре кто-то которую разбирал приводилась на предыдущих лекциях и так надо здесь выдохнуть немножко и значит это очень удивительный факт то есть подумайте есть геометрия довольно выглядящий ну так нетривиально у нее есть точки зрения статистической физики из точки зрения поведения квантовых некоторых величин температура есть предписание довольно странное что есть надо взять просто надо взять вычисление сложное мы видели надо взять минимальную геодезическую растянуть ее вот так она растянется вдоль горизонта и соответственно и соответственно мы увидим что длина такой геодезической температура вот этой черной дыры она в точности транслируется в температуру вот этой вспомогательной черной дыры она в точности транслируется в конформу теорию поля на границе это факт очень как сказать ну нетривиальный то есть у нас есть два объекта геометрия в пространстве 3 и квантовая теория в пространстве ну в размере размерности 2 и классическая величина она очень нетривиальным образом классические величины они вот так вот как бы один к одному транслируются в квантовую теорию более того вот этот кусок черный вот этот кусок из-за того что кусок лежит около черной дыры можно утверждать что в действительности как бы горизонт несет в себе степени связан с каким-то образом с энтропией фон неймана что в действительности степени свободы которые определяют энтропию черной дыры которые лежат определяются горизонтом в действительности это и этому можно если сложные вычисления проводить можно сказать но уже видно что это интер что вот эта энтропия черной дыры это не только она связана и определяется по энтропии статистической механики что она тесно связана с энтропией фон неймана в квантовой теории поля в квантовых системах вот итак давайте мы подытожим первый закон наверное не буду рассказывать кратко упомяну давайте кратко упомянем это значит как итог у нас есть вот такое нитриальное соответствие который будет вот так и с помощью вот этих с помощью вот таких рассмотрений то есть рассмотрев метрику от я называл это назвал это асимптотическая антидиситорская то есть метрика вот такого вида которые можно вынести единственно z в квадрате и здесь стоит dz здесь какая-то метрика такая матрица но она в общем-то произвольно главное чтобы было разложение вот такого вида что она в лидирующем порядке позе она допустим плоская дальше описывается произвольной метрикой тогда соответственно из некоторых сложных учреждений можно показать что например нр что компания средний от компонент тензор энергии импульса они в точности тоже достаются вот с этой метрикой то есть энергия она примерно равна htt компоненте вот этой метрики а импульс равен hxx компонент вот этой метрики и можно показать что термодинамика в общем то что энтропия зацепленности у нас значит кроме все прочего черные дыры они обладают некоторые вот это просто как такая энциклопедическая некоторая информация которая подтверждает вот это соответствие еще раз что значит у черных дыр есть известно что есть закон термодинамики и эти закон термодинамики в точности транслируются в закон термодинамики черных дыр и соответственно все это транслируется раз в черный дыру транслируется а у нас и дуальность такая это транслируется в зацепленность что у нас есть некоторая эффективная температура зацепленности которая определяется это некоторая константа и что дельта s там tds равно де вот дельта s это энтропия фон неймана уже не классическая энтропия то есть если взять маленькую систему то в ней энтропия фон неймана будет будет выполняться вот такой закон похоже на закон термодинамики что энтропия фон неймана малой системы формулировка такая сформулируем в малой квантовой системе энтропия фон неймана подчиняется вот такому тождества что энтропия фон неймана равна энергии изменение изменения терапия фон неймана равном изменениям малым изменениям в энергии с точностью до некоторой константы которая называется температурой зацепленности и эта температура это условно говоря приблизительно размер она эквивалентна размером системы то есть это обратная длина можно этот закон уточнить и сформулировать чуть более точно это такая справочная информация но помимо того что путем через черные дыры в энтропию фон неймана можно сформулировать разные законы термодинамики зацепленности которые другим образом не очень удобно формулируйте вообще не уверен что возможно и так давайте мы подытожим значит еще раз вот от всего курса самое важное две формулы это формулировка голографической дуальности что геометрия постоянной кривизной или геометрия которая решает уравнение энштейна постоянно космологической отрицательной космологической постоянной она у нас является инструментом вычисления и дуально теории квантовой теории наблюдаем на размерность меньше и наблюдаем их такой теории можно вычислять разными способами есть много разных способов вычислять разные наблюдаемые в такой геометрии с помощью такой геометрии вот одна из самых таких центральных догм очень недавно форму она доказана эта формула рюта каинаги которая говорит что поверхность кора размерности 2 натянутая на какой-то регион на границе область на границе эквивалентно это равна она равна зацепленности энтропии фон неймана квантовой системе которая живет и соответственно сегодня рассмотрели ну кроме того что познакомились с черными дырами что вот нетривиальное расширение можно сделать то есть вакуумное состояние теории вычисления это эквивалентно по анкаре ds а у нас если возьмем черную дыру то температура черной дыры будет ровной температурой теории способ как нагреть теорию на границе рассмотрели вакуумное состояние накрете состояние в такой теории чтоб отверстие через поверхность рюта каинаги попробуйте посчитать это она в точности будет транслироваться вот сюда температура черные дыры транслируются через поверхность туклеинаги, например, в точности один в один формула, выходит такая же. И это не самая линтернатория, тут комбинация же, логарифм, синус, π, t, эпсилон, то есть это нарочно не придумаешь. И геометрия, в общем-то, тоже такая. Единственное, z в квадрате тут стоит почему-то f от z. Хотя это просто поверхность постоянной кривизны, просто очень хитро записанная. Вот, ну, значит, наверное, в этом все.